Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Лего Стайл номер 1. И сегодня у нас обзор на Рассекающего Черепа. Это последний набор, который у меня лично завершает всю коллекцию Бионикл 2015. Но не считая эксклюзивы маски. Их 5 штук у меня не хватает, но мне не нужны они, честно. Давайте рассмотрим коробку данного набора. Вот так эта коробка выглядит. Значит тут у нас написано Skull Slyzer. Ну, то что перевод Рассекающий Череп. Далее от 7 до 14 лет. Артикул набора 70792. Тут у нас маска Экиму и Лего Бионикл. Функции набора. Маска Черепного Паука. Не знаю почему. У него маска Черепного Паука. И комикс. Теперь посмотрим инструкцию. Инструкция набора немного вышла помятая. Из комикс. Сборка набора. В общем, ничего не интересного. Все это было. Перечень всех деталей. Наборы. Второго полугодия. Ужасная комбо-модель. И зеленый ниндзя с надписью Win. Да. Вот. Давайте теперь посмотрим на набор. Итак. Вот он набор. Рассекающий Череп. И давайте сразу же начнем с плюсов. Минусы, как всегда. Потом. Вот. Во-первых, общий вид. Давайте рассмотрим. Как видим, это у нас воин зеленых цветов. Да. Такие у него ступни. Там просто не видно. Вот. Значит, что хочется сказать. У него три мяча есть. Вон, моему партнеру, скажем так, мистер Биониклу, ну, который в нашей тиме, скажем так, ему попалось четыре мяча в наборе. Ему очень везет, а мне, ну, как надо, мне три попалось. Это и так понятно. Вот. Как обычно, минус вот в этих вот шарнирах дурацких, они очень бесят везде. Но за них я не снижаю баллы. Вот. Значит, у него еще, у рассекающего Черепа, есть вот такая вот хваталка. Из тела дроида, сделанная из красной цепи. То есть деталей тут вообще новых нету. В общем, чтобы сдирать маски. Вот. Вот принтер такой вот у него есть. Ребра зеленые, естественно. И у меня даже есть предположение, почему именно маска Черепного Паука. Кстати, он очень грозно выглядит с этой маской. Потому что, смотрите, вот этот, у двоих наборов одинаковая маска. И у еще одних двоих наборов одинаковая маска. То есть, стальной череп и дьявольский череп. Ой. Ой-ой. Леденящий череп и стальной череп. Одинаковые маски. Дьявольский череп и скорпионный череп. Одинаковые маски. А ему, типа, тоже должна быть маска, но еще одного врага почему-то не нашлось. И поэтому, мне кажется, ему вот такую вот маску дали. Естественно, функция работает. Все снимается. Красные глаза. Давайте посмотрим на функцию набора. Допустим, тот же самый Дистер Мастер. Не понимал, почему идет рассинхрон. Так, надо держать его. Почему идет вот такой вот рассинхрон. То есть, вот так он работает. Здесь три маленьких шестерни, а здесь большие две. Так вот, почему так? Потому что, ой, мечами он махает одновременно. А этой рукой по-другому, потому что, по идее, он ей как бы и сдирает маску. Вот. Поэтому он когда махает, он это вперед. То есть, я думаю, это все понятно. Как-то так получается. Не очень непонятно, зачем этот шип здесь нужен. Совершенно дурацкая деталька. Ну, она не нужна просто здесь. Я не знаю зачем. Поставили бы лучше вот такой же доспех сюда. Давайте к минусам. Первое. Ноги слишком-слишком не закрыты вообще. Здесь очень не хватает щитков. И модель выглядит перегруженной сверху. Если... Ну, потому что не поставили. Они вот здесь зеленых щитков, прозрачных хотя бы поставили. И было бы вообще за БСЛ. За это я минус балл. Вот. То есть, это прям серьезно очень бросается в глаза. И ноги какие-то слишком плоские получаются. То есть, сейчас у нас 9 баллов. Дальше полбалла за маску. Потому что маска такая, ну, встречалась уже в наборах. Это 8,5. Дальше, хоть и ему вот эти вот штуки сделаны, во-первых, они очень уродско смотрятся, во-вторых, все равно он плохо стоит. За это тоже минус полбалла. Это уже 8,5. Будет еще. И последний балл я снимаю. За неброй крытость спины. Почему здесь ничего нету, остается загадкой. Итого, набор получает 8 баллов. Да. Что еще хочу сказать. Здесь есть удлинители. В принципе, на детали. Если вы хотите брать такой набор, он хорош. Потому что у вас будут новые вот такие вот зеленые штуки. Естественно, 4 шарика. Что очень круто. Не было черепных пауков. Будет такая вот маска. Три аж меча. А то и 4 может попасться. Крутая красная цепь. И в этом наборе больше всех вот этих вот новых деталей. Костяшек вот этих. Потому что их 6. А во всех остальных вот у леденящего, допустим, черепа 5. То есть меньше все равно. Естественно, в наборе есть зараженная маска левая. Вот. Вот так выглядит. Естественно, очень красивая. Так видит левая. Красивая такая. Можно сказать, кислотная. Давайте посмотрим, как она смотрится на нем. Да, реально скелет не очень устойчив. Это не самый плохой набор. Вот. Вот так выглядит. Ему очевидно идет эта маска. Да. Но, по-моему, лучше всего маска героя смотрится на скорпионном черепе. Это маска по хату, вот та зараженная. Мы снимем эту маску и наденем обычную его черепную, черепного злодея. Вот. Что еще хотелось добавить? Для ознакомления серии, чтобы понять, что это серия, лучше не берите Дьявольского черепа. Самый лучший набор, наверное. Ну, мне больше нравится, конечно, и Киму. Вообще, в принципе, самый не Киму. Но Дьявольский череп очень хороший набор. Один из самых лучших, поэтому лучше, по-моему, с него брать. Потом возьмите, попробуйте взять вот его, допустим. Потому что, если вам нужны на детали, то покупайте. Также для коллекции тоже. Вот. Потому что, в принципе, набор классный. 8 баллов он заслуживает. Ну, я с вами прощаюсь. С вами был я, Лего Сайл, номер один. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok